С сегодняшнего дня Национальный банк увеличивает допустимую разницу между ценой покупки и продажи доллара и евро. Ранее установленные нормы для американской валюты были 2 тенге, а для европейской 3. Теперь для доллара разница составит 6, а для евро 7 тенге. Чем объясняется действие регулятора, спросим у нашего экономического обозревателя Айрки Ермек. Добрый вечер, Айрки. Добрый вечер, Толгат. Председатель Национального банка Даниэр Акишев назвал это технической мерой, направленной на то, чтобы обменники не работали в убыток, а расширение коридора, как считает Акишев, не приведет к изменению курса. Национальный банк снижает рамки управления курсом наличности. Это оставляет больше свободы обменным пунктам. Нововведение позволит коммерческим банкам и обменникам получать большую маржу от купли-продажи. По мнению экономистов, это может увеличить конкуренцию между пунктами. Вместе с тем, главная цель регулятора уменьшит экономическую выгоду от спекулятивных сделок с иностранными валютами. Маржа старая, 2-3 тенге, которая складывалась из-за разницы между покупкой и продажей доллара, конечно, она упала. И на эти 2-3 тенге невозможно было уже свои издержки покрывать и тем более вести более расширенные операции с населением. Поэтому Национальный банк решил компенсировать за счет населения, естественно, потери банка второго уровня. Сейчас обменники меняют курс по несколько раз в день. Больший разрыв между курсом позволит цифрам на табло держаться гораздо дольше. Их следует новым установленным нормам. А курс тенге, между тем, продолжает укрепляться. К этому часу в обменниках одна условная единица стоит 356 тенге. Еще с сегодняшнего дня операторы связи в своих офисах должны принимать платежи за услуги без комиссии. При этом форму и способ оплаты определяет оператор связи. А в качестве абонентских устройств могут использоваться сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и ноутбуки со встроенными модемами. Наиболее дорогими рынками жилья в Казахстане стали Алма-Аты, Астана, Актау и Караганда. При этом по продаже жилья лидирует Алма-Аты, в то время как в Астане наиболее дорогая аренда. Караганда замыкает четверку лидеров, а в обоих сегментах рынках. Для сравнения Актау прочно удерживает третье место. Астана и Алма-Аты меняются первыми и вторыми местами лишь на субрынках продажи и аренды жилья. Об этом сообщают аналитики Казриэлт, передает Капиталкизет. Средняя цена продажи в декабре прошлого года в мегаполисе составила 508 649 тенге или порядка 1500 долларов за квадратный метр. В Астане 1280 долларов, в Актау 375 тысяч тенге. Караганда отметилась средняя стоимость квартир в размере 257 тысяч за квадрат. Арендовать же квартиру в Алма-Аты можно за 96 тысяч тенге, а в Астане за 98 тысяч. Акимат Алма-Аты подписал меморандум с международным секретариатом G-Global. Это дискуссионная площадка, созданная по инициативе президента. В документе определены три основные направления сотрудничества. Это зимние и студенческие игры 2017 года, участие в инновационном форуме Алма-Аты-Инвест-2016 и инновационном форуме по развитию зеленой экономики. Подписание соглашения откроет новые возможности по повышению индекса узнаваемости Алма-Аты, улучшению бизнес-климата и привлечению инвестиций. И на этом все. Таковы экономические новости дня. Благодарю. Мне остается только добавить, что с экономическим обзором дня была моя коллега Айерке Ермек. Продолжение следует...